Большой спектр МРТ и КТ-исследований, в том числе с контрастным усилением, ежедневно в клинике Томография на Весенний 10. КТ-ангиография артерий нижних конечностей, онкопоиск, исследование всего тела, бесплатная консультация врача-рентгенолога и заключение опытных врачей-диагностов. Мы находимся по адресу Весеннее 10. Запись на исследование по телефону 8 800 101 8031 или 75 7031. Можно писать в WhatsApp и Telegram 8 939 840 8031. Здравствуйте! В эфире новости с вами в студии Ирина Зайцева. Сегодня в выпуске. Смотрите. Глава округа в преддверии Дня России вручил паспорта юным серпуховичам. Торжественная церемония прошла в Серпуховском историко-художественном музее. Борьба за звание чемпионов продолжается. В Серпухове прошли полуфинальные бои чемпионата России по боксу среди юниоров. В Серпухове прошла генеральная уборка зоны отдыха. Пруд в парке «Жемчужина» очистили от мусора. В преддверии Дня России в Серпуховском историко-художественном музее прошла церемония вручения паспортов. Свой главный документ гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке получили 11 юных серпуховичей. Это отличники учебы, победители предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. С важным событием в жизни ребят поздравил глава городского округа Сергей Никитенко. Право получить свой главный документ накануне главного праздника России в торжественной обстановке предоставляется лучшим из лучших. За отличную учебу, спортивные достижения, добрые волонтерские дела и активную общественную работу. Такого права сегодня удостоились 11 серпуховских школьников. Рядом с ними в этот день не только родители, друзья, но и почетные гости. С героями дня, важность события разделил и глава округа Сергей Никитенко, и депутат Совета депутатов округа Светлана Задорожнюк. Успехов в учебе, чтобы хорошо закончили школу, определились жизненным путем выбора профессии. Водителям большое спасибо за воспитание ваших детей. Ребята, поздравляю с этим событием. Уверенно идите по жизни. Ничего не будьте с трудностями. Все по плечу, поверьте, при желании все вам покориться. И вот у нас стал этот важный момент. Официальный документ гражданина Российской Федерации вручается 14-летним школьникам, маргеловцам, волонтерам, молодогвардейцам. Иванов Дмитрий. В свободное время увлекается съемками любительских фильмов. Дмитрий успевает многое и отлично учиться и серьезно заниматься боксом. А Марина Сопронова, юнораммеец отряда «Пересвет», лауреат всероссийских и международных конкурсов по фортепиано, увлекается плаванием. Победитель международного конкурса по математике, русскому языку и литературе. Паспорт сегодня получает и Александр Островский. Призер многочисленных турниров по панкратиону. Имеет золотой значок по ГТО. 34 раза совершал беспарашютное десантирование с вертолета. Каждый из школьников произносит клятву. Клянемся свои знания, труд и силы отдать на то, чтобы всемирно быть настоящими патриотами земли русской и способствовать возрождению великой России. Клянемся! Клянемся! Главный документ гражданина страны ко многому обязывает и 14-летние мальчишки и девчонки это уже понимают. Они умеют помогать другим, приходить в трудную минуту к тем, кто в этом нуждается, как волонтер Марина Сопронова и активист молодежного медиа-центра Дмитрий Иванов. Это очень важный событие. Ты становишься гражданином Российской Федерации. Для меня это большой стимул учиться хорошо, двигаться вперед. Шаг во взрослую жизнь сделан. С этого дня ответственность за свои поступки, решения и дела у этих школьников возрастает. После торжественной церемонии вручения паспортов глава городского округа Сергей Никитенко проверил ход ремонтных работ. В Серпуховском историко-художественном музее завершается очередной этап реставрации каретного сарая. Подробности в сюжете Наталья Крайновой. Директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Оленикова показывает главе округа Сергея Никитенко ход благоустроительных работ на территории культурного объекта. Также обсуждают завершение реставрации каретного сарая усадьбы Мараевых конца 19 века в рамках государственной программы «Культура Подмосковья». По линии главного управления культурного наследия в течение трех лет ведалась реставрация. В этом году мы завершаем этап реставрации. Выделены средства из регионального бюджета. И в связи с тем, что музей отмечает в этом году 105 лет со дня своего основания, конечно же, предполагаются праздничные мероприятия и большие события. И главным событием в этом юбилейном году станет открытие нового музейного объекта – каретного сарая. В декабре мы все ждем этого события. Средства на реставрацию этого объекта ранее выделил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Все это для нас очень важно и значимо, потому что наш Серпуховский историко-художественный музей является одной из визитных карточек нашего древнего прекрасного города. И, конечно же, мы будем только рады и ждем с отрепением окончания ремонтных и восстановительных оборотов. Серпуховичей ждет обновленная территория вокруг музея. Сейчас ведется расчистка двора для проводки инженерных сетей. После этого будут восстановлены зеленые насаждения и сформированы зоны отдыха со скамейками и освещением. В прямом диалоге депутат Государственной Думы Александр Коган продолжает встречи с коллективами предприятий и организаций Серпухова. Сотрудники Серпуховского историко-художественного музея задали вопросы по поводу развития музея, его филиалов, земельно-имущественных отношений. Без общения мы не сможем понимать, что сегодня востребовано. Без общения мы не сможем понимать, где приоритетные вопросы, которые необходимо здесь сейчас решать. А мы являемся как раз тем мостиком, который доведет все проблемы, более того, поучаствует и зачастую сможем решить. По городскому округу Серпухов я могу сказать, что из 430 проблем, которые были, мы больше половины уже решили, те, которые люди ставили, и в этом направлении идем. Понятно, что я один ничего не решаю. Это и правительство Московской области, и правительство Российской Федерации, и, конечно, городской округ Серпухов. Мы работаем командой. Встречи также прошли с коллективами предприятий универсальных пищевых технологий и завода «Металист». Общение в таком формате позволяет каждому жителю быть услышанным. Все вопросы депутат взял на контроль. Напряжение нарастает. В Серпухове сегодня проходят полуфинальные бои чемпионата России по боксу среди юниоров. В течение этих двух дней будут выявлены сильнейшие боксеры страны. Сегодня уже определили бронзовых призеров. Подробности в нашем сюжете. Бигхан Исраилов. Многократный победитель первенства Республики Башкортостан. Победитель Приволжского федерального округа среди юниоров 19-22. В чемпионате России принимает участие не первый раз. Я участвовал в 2021 году тоже на чемпионате России, 19-22, также в Серпухове. Но там у меня первый бой очень неудачно сложился. И вот приехал, так сказать, за медалями, за титулами. Тяжелый бой. Такой очень тяжелый. Соперник хороший, обученный. Но это Россия. Тут легких боев не бывает. Тут всегда каждый бой решающий. За звание чемпиона борется и Ильяс Магомедов. Чемпион южного и северо-кавказского федеральных округов. Победитель чемпионата Дагестана. После этого боя с Василием Кавериным Ильяс проходит финал. Бой прошел достаточно тяжело, но я ожидал, что будет сильнее. Потому что знал о его спортивных достижениях. Знал, что он очень много выиграл. Поэтому готовился на него, настраивался сильно. Свой бой оценил, наверное, на 9 из 10. Потому что я доволен собой, что смог прочитать своего соперника и выиграть его. Но также благодарю его за бой, за то, что он провел. Я ничего личного не имею, это лишь спорт. Почему хотите добиться лучших в спорте? Победить Олимпийские игры. Мечта моя, и я потихоньку к ней стремлюсь. Стать чемпионом Европы и мира. Победить на Олимпийских играх мечтает каждый профессиональный спортсмен. Для многих боксеров-юниоров этот чемпионат России – как стимул расти дальше и завоевывать новые горизонты. Победители полуфинальных боев отправляются в следующий этап. А бронзовых призеров награждают медалями и сертификатами на 125 тысяч рублей. За пятое место вручают 100 тысяч. В финале за первое место боксеры получат 500 тысяч, за второе – 250. В этом году призовой фонд турнира составляет 18 миллионов 200 тысяч рублей. Во-первых, я хочу от себя лично и от генерального секретаря Федерации бокса России Киреенко Татьяны Анатольевны поздравить всех с праздником. Бокс – это самый лучший праздник. Соревнования проходят на очень хорошем уровне. Организационные моменты супер. Сегодня прошли полуфинал, бойцы тоже показывают хороший класс. Я думаю, будет хороший косяк отбора для участия на чемпионате Европы 19-22 в Боку. Уже завтра, 10 июня, состоится финал чемпионата России по боксу среди юниоров 19-22 года. Из 300 сильнейших спортсменов из полусотни регионов страны выйдут победители. Здесь определится сборная России, которая в Баку примет участие в первенстве Европы. Торжественная церемония закрытия турнира и финалы пройдут 10 июня. Начало в 17 часов. Вход свободный, но по предварительной регистрации. Прямые трансляции всех поединков смотрите на YouTube-канале Федерации бокса России. Административная комиссия провела очередной рейд. На этот раз на улице Чернышевского. При обходе торговых объектов выявили немало нарушений. На первый взгляд все в порядке, но уже у первого объекта есть нарушения. У аптеки перед входом урны перевернули и заклеили скотчем. Это получается, ваши действия, извините, на уровне вредительства. Не надо гражданам вредить. Они имеют право пользоваться урнами. Это по положению. К сожалению, у других торговых объектов урны переполнены. Вокруг них много мусора. Не убирается и за магазинами. Хоть эту зону мало кто видит, но порядок должен быть и там. Входной группе также много нареканий. Ступеньки разбиты, травмоопасность для покупателей. На фасадах много рекламы. Растяжки, баннерная ткань Московской области запрещена. Нельзя вот это вот. И тем более закрывать окна. По улице Чернышевской было очень много замечено нарушений. Но это наша больная точка нашего города. К сожалению, на улице Чернышевской не всегда все идеально. Общая картина показала себя хорошо. Но при детальном рассмотрении мы видим, что урны почему-то перевернутые. А затем очень много тегов, граффити, которые размещены на фасаде, входной группе. Бумажные объявления. Мелкий смет. Большая просьба к предпринимателям просить клининг приходить хотя бы два раза в день, чтобы каким-то образом это контролировать и держать в чистоте. Такие рейды административная комиссия проводит еженедельно, но также возвращаются на объекты, чтобы убедиться, что все предписания выполняются. Купаться, портить имущество и мусорить запрещается. Напомнили сотрудники аварийно-спасательной службы отдыхающим на пруду в парке Жемчужина. Сегодня они помогли коммунальщикам очистить водоем от мусора. Вот так в солнечную погоду выглядит одна из самых благоустроенных городских зон отдыха в парке Жемчужина. После проведенных здесь в прошлом году масштабных работ у водоема гулять одно удовольствие. Посидеть на скамейках, любят те, кто постарше, прокатиться на самокатах, предпочитают детвора. На первый взгляд все благополучно. Так, значит, смотрите. То есть получается, оттуда заходите. Небольшой инструктаж и рабочий комбинат благоустройства на лодке начинает очищать берега пруда под деревянной набережной. Сегодня в уборке зоны отдыха принимают участие ребята из летнего трудового лагеря. Ни одной бутылки мы не нашли, только так чуть-чуть. В сравнении с прошлым годом стало намного чище. Городские пруды стали чище, отмечают и коммунальщики. Благодаря предоставленным спасателями лодки сегодня убрали водоем и в недоступных местах. Под деревянной набережной. Бутылки в основном, да? Да. Специалистов аварийно-спасательной службы больше беспокоит статистика. В позапрошлом году несанкционированных местах для купания погибли пять человек, из них двое детей. Жители стали относиться более бережно к этой зоне отдыха, меньше мусорить. Уважаемые жители, напоминаем, что данный пруд является местом отдыха у воды. Купание здесь запрещено. Жители должны быть, прежде всего, сознательны и к себе, и к своим детям, и к своим близким. Лето только началось, и от каждого зависит, насколько безоблачным оно будет. «Мы, дети, твои, Россия» в Серпухове прошла квест-игра, посвященная Дню России. Активисты молодежных организаций показали, насколько хорошо знают историю страны и родного города. Корреспонденты УТВ и Серпухов прошли с участниками несколько заданий квеста. Начало квеста на площади Владимира Храброго. Здесь короткий инструктаж и выдача маршрутных листов. Детей ждет различные локации, станции будут стилизированы под разные века истории России. Формат квестов, на самом деле, часто пользуется популярностью у молодежи, то есть им это действительно интересно. Восемь тематических точек распределены по центру города. Смекалка, эрудиция и любовь к родине – вот что требуется от участников. А еще скорость, ведь на каждое задание дается не больше пяти минут. Первая локация здесь же, на площади Владимира Храброго. И она посвящена достопримечательностям Серпухова. Один – это Собор Николу Белку. Олег Степанова. Собор Николу Белку. Площадь Ленина. Вначале мы смотрели на разных источниках историю нашего города. Потом просто походили по городу, чтобы узнать, какие у нас есть достопримечательности, возможно, о которых мы сами не знали еще. Поучаствовать в квесте и отгадать все загадки решились восемь команд, в состав которых вошли представители таких молодежных организаций, как «Молодая гвардия», «Волонтеры Подмосковья», «Школа вожатых», «Молодежный совет при главе», а также члены патриотического клуба «Маргеловец» и участники лагеря труда и отдыха при Центре по профориентации и трудоустройству молодежи. В фестах самое интересное – это когда вы всей командой стараетесь решить эту проблему, носитесь вместе, ищете вместе, думаете вместе. На локации «Варяги» участники отвечали на вопросы викторины, посвященные Древней Руси, а на следующей точке собирали карту «Пазл» подмосковных городов. На локации ценителей живописи разгадывали название выставки Серпуховского историко-художественного музея. Марий. Марайва? Нет. Нет, это наша Марайва. В квесте приняли участие более 70 человек. Ребята смогли лучше узнать историю своей страны, а самых эрудированных наградили призами. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Наши новости также есть на сайте телекомпании, на сайте администрации и в социальных сетях. Следите за новостями, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова